Всем привет! И сегодня будет очередное радостное видео, которое будет посвящено, тем не менее, обсуждению очень важной и актуальной темы. Она актуальна сейчас лично для меня, я думаю, для всех, кто пытается избавиться от лишнего веса. Итак, это первые успехи. Много раз лично я проходила эту стадию, думаю, что и многие из моих зрителей тоже понимают, о чем я говорю. Итак, вы просыпаетесь, вы утром встаете на весы и о радость! Вы видите уменьшение массы тела, заметное где-то, не знаю, на полкило на килограмм, по сравнению с тем, что вы видели раньше. И вас охватывает в первую очередь радость. Все хорошо, казалось бы, но почему же тогда не получается похудеть в целом? Почему же за этой первой радостью следует срыв, разочарование и так далее? Ну, давайте попробуем разобраться. Дело в том, что, во-первых, когда вы увидите первое уменьшение массы тела, то оно воспринимает с вами, как ваша масса тела, с некоторым знаком минус. То есть, допустим, минус полкило, минус 400 грамм, минус килограмм и так далее. То есть, вы продолжаете за свой нормальный обычный вес считать тот, от которого вы отталкиваетесь, от которого вы хотите уйти. И у вас возникает ощущение недовеса. Несмотря на то, что это та цель, к которой вы сознательно движетесь, и это вас радует, и, собственно говоря, на этом вам не нужно останавливаться, а двигаться вперед. Вот, тем не менее, возникает ощущение вот этой вот нехватки веса, которую вы можете и чуть ли не должны восполнить. И когда вы в течение этого дня далее питаетесь или идете в магазин, у вас, опять-таки, возникает иллюзия того, что вы можете сегодня позволить себе что-то лишнее по сравнению с тем, что вчера. И последние дни, последние дни, раз у вас уменьшение веса, значит, вы, наверное, себя в чем-то ограничивали, у вас накопилось определенное раздражение на эту ситуацию. И вот, когда вы увидите первый результат, возникает такое ощущение, что вы вправе себя побаловать. Вот, и второй аспект, который я уже частично упомянула, это привычка баловать себя чем-то вкусненьким. Это идет у многих с детства, вот такой есть закрепленный пищевой рефлекс, который многие считают неверным, и я тоже считаю отчасти неверным. То есть, вознаграждать себя вкусной едой за какие-то достижения. И вот эти два аспекта, вернее, даже три аспекта. То есть, первый, это усталость от ограничений, которым вы себя подвергли в последние дни. И потом ощущение отрицательного какого-то веса, плюс желание себя чем-то побаловать. Это, к сожалению, приводит к тому, что первые успехи, они становятся зачастую и последними на какой-то значительный промежуток времени. То есть, что происходит? Первое уменьшение массы тела, потом опять нажор, потом, когда на следующее утро или через день, в общем, когда хватит смелости, встаете на весы, то внутри произносится такая молитва и пожелание, что лишь бы только, лишь бы только не больше, чем тот вес, с которым вы начинали. И если вы видите вес не больше, чем тот, с которым вы начинали, то можно вздохнуть с облегчением и сказать, ну, слава богу, пронесло. На самом деле, чего же хорошего? Вы же хотите похудеть, то есть, сбавить массу тела. И вдруг вы опять обнаруживаете себя в исходной точке, и это еще вам за радость кажется. В общем, все это неправильно, и многие, я думаю, проходили через эту ситуацию. Иначе все бы было так просто и так легко, и у нас вообще бы не было такой проблемы, как избыточная масса тела. Никто бы не стремился худеть, и куча компаний, людей не зарабатывали бы огромные деньги на специальных для этого прибамбасах. Вот, поэтому не получается похудеть, поэтому первые успехи последние, поэтому за первой радостью следует разочарование, опять неуважение к себе, опять брошу я все вот это, опять ничего не получается. Начинаются воспоминания о генетической предрасположенности, каких-то еще не исследованных механизмах. Ну, в общем, вот задумалась я сегодня над тем, как эффективно противостоять этому явлению, как преодолеть эту засаду, и как эффективно продолжить начатое. Ну, в общем, первое, что я придумала, это некую аналогию с зарплатой и с деньгами. То есть, можно себе представить, что вы хотите, сбрасывая вес, если каждый килограмм или, допустим, килограмм, приравнять какой-то сумме денег, то есть вам нужно накопить некоторую сумму денег для того, чтобы купить что-то желаемое. Ну, например, в моем случае сейчас 5-7 килограмм, вот, ну, предположим, вот мне нужно накопить 5-7 тысячи, купить на эти деньги что-то, ну, не знаю, хорошие туфли, например. И вот я получила, допустим, первую тысячу, вот, и я вольна либо сразу же спустить на какую-то ерунду, либо все-таки отложить и продолжить накопление для того, чтобы в итоге не разменяться по мелочам, а приобрести в конце истории именно то, что мне нужно, что составляет мою цель, что меня радует. Опять-таки, очень было бы странно выйти на работу, в первый день отработать на славу, получить какое-то поощрение от руководителя и потом расслабиться, на второй день на работу не пойти, проспать, уйти в загул и так далее. Конечно, таким образом успеха достичь невозможно. Поэтому, вот, увидевшие первое изменение массы тела в нужную вам сторону, в данном случае уменьшение, надо обязательно взять себя в руки, обязательно напомнить себе, что это еще не конец, это только начало, это только-только первые шажочки по длинному достаточному пути. Вот, и заставить себя продолжить дальше следовать тем ограничениям или тем дополнительным нагрузкам, которым вы себя подвергаете. Вот, но, тем не менее, жизнь была бы очень трудна, сложна, неинтересна, если бы мы постоянно только сами себя подстегивали и запугивали. Конечно, нужно себя как-то поощрить. И я иногда практикую такое дело, только самое главное придумать, поощрить себя не чем-то сладким, жирным, вкусным, да, вот, а чем-то другим. Вот, может быть, купить себе что-то из косметики, может быть, вознаградить себя временем, то есть позволить себе в этот день, что бы ни случилось, но провести час-полтора за своим любимым занятием, допустим, почитать книжку и отложить все свои дела, которые вас преследуют немножечко на потом, и так далее, и так далее. Желательно продумать заранее, какое именно вознаграждение, за какие успехи вы себе выписываете, позволяете. И обязательно уже тут без всяких отговорок это положительное подкрепление исполнять. Вот, то есть не только себя запугивать и говорить, что вот, если ты сейчас опять сорвешь, что у тебя ничего не получится, хотя это тоже надо всегда держать в голове, но еще и придумать, чем себя побаловать. Вот, и таким вот образом на системе отрицательных положительных подкреплений можно продолжать дальше. Ну, вот, собственно, наверное, будет и все. Я желаю всем успехов. Я желаю успешно преодолевать все сложности и засады на пути к достижению вашей цели. Это может быть не обязательно похудение, это может быть какая-то другая цель. Просто всегда нужно помнить, что первые успехи не должны скружить голову, потому что, к сожалению, расслабившись, можно скатиться на предыдущий уровень, а то еще и отъехать назад по сравнению с тем, с чего вы начинали. Все, всем желаю быть красивыми, счастливыми и помнить о том, что очень многое из того, что вы хотите получить достижимо вашими собственными усилиями, самое главное, эти усилия прикладывать. Все, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok